ТАГИЛ ТВ Мы продолжаем наполнять этот ресурс наш, продвигаем этот ресурс, в общем-то, привлекаем к продвижению наших читателей. Это информационный ресурс на сайте, да? Да, это большой портал с информацией о Тагиле в годы Великой Отечественной войны. Потом у нас есть проект, который называется «Вместо по работе с молодёжью». Мы также продолжаем работать по этому проекту, независимо от того, что закончились грантовые деньги. Проект интересный, проект востребованный, у нас продолжаются игры по субботам, настольные и так далее. То есть проект работает. Новых проектов, к сожалению, пока у нас грантовых никаких не было. Мы писали два, но не получили. И так тоже бывает, ничего страшного. Мы переработаем и в этом году попробуем снова отправить. Но у нас сейчас начинает работать проект, посвящённый 300-летию нашего любимого города. Это проект «Время первых», так называемый, где будет очень много мероприятий, видеопередач, радиопередач, экскурсий. Но город у нас действительно очень по-многому известен как первый. Поэтому нам хотелось бы очень интересно об этом рассказать всеми нашими возможными способами. Ну это первый паровоз, первый велосипед, Т-34 сошёл с конвейера нашего завода, Тагильского. А что ещё у нас? Ну, например, День города. Считается, что Нижний Тагил первый начал отмечать. День рождения города. Да, День рождения города в таком масштабе, как сейчас отмечает вся страна. Но есть такая информация. Ну и другие. У нас есть люди, которые там в чём-то, в какой-то области тоже становятся первыми. В общем-то, очень много. Задумано 71 мероприятие. И наверняка каждый филиал библиотеки будет принимать участие. Сколько сейчас филиалов работает и какая жизнь там кипит? Да, будет принимать в этом обязательно вся система, то есть все наши филиалы и городские, и в сельских территориях. Филиалов у нас остаётся по-прежнему 23 филиала Центральной библиотеки, то есть 24. Но один у нас культурный центр сейчас на реставрации, и на сегодня работает 23 библиотеки, а не 24. Но все готовы абсолютно работать и в этих проектах, и имеют свои самостоятельные программы. У каждой библиотеки есть программы, и на сегодняшний день их более 40. То есть каждая библиотека ещё и своё направление имеет деятельности. Интересно именно жителям их микрорайона, там, где вот находится библиотека. Поэтому библиотека живёт, продолжает свои программы, задумывает новые идеи, в общем-то, и, как всегда, традиционно предлагает ещё и информацию. Ну и как раз в контексте 300-летия города, в сам августовский день X, скажем так, какое-то будет событие, может быть, что-то типа «Библионочи» или ещё что-то? «Библионочи» у нас приходят в апреле, а в августе у нас наш любимый киндерград, который, к сожалению, два года подряд проходил в онлайн-режиме. Мы соскучились уже по нашим маленьким горожанам. Ребята соскучились по этому празднику. Я думаю, что он будет интересен уже. Вот, и, конечно, пройдёт киндерград. Хотим сделать его ярким. Хотим сделать его незабываемым. Вот сейчас идёт как раз обдумывание, обсуждение, поиск идей, оформление, продумываем новое, чтобы это было празднично. Празднично так же, как будут все остальные мероприятия городские, и отличалось от обычного киндерграда в прошлых лет. Вот, поэтому над этим сейчас уже начинает работать команда. А сам концепт этого киндерграда, ну, для тех, кто не посвящён и кто уже подзабыл за два года? Ну, это детский праздник. Если все помнят, праздник для детей от самых-самых маленьких, от ноля, как мы говорим, такого, в общем-то, мало где есть. Вот, это праздник для и для подростков где-то в том числе, и даже для родителей. Потому что на этом празднике, в этом городе киндерград так называемый, наши родители становятся детьми. Очень часто папа просит расписать ему мордашку, мама хочет поиграть в классики и так далее. То есть становится действительно детский город. Вот, и там создаются либо улицы, либо скверы, либо какие-то локации с городом связанные, на которых происходят определённые действия. Наш молодой тагильчанин может пройти по всем этим, собрать наши читайлики, денежки этого города. Читайлики. Читайлики, да. Такая вот у нас валюта. Вот, и потом в конце получить за это подарок. Как приятно, когда происходит день рождения, и на дне рождения ты получаешь подарок. Даже если ты в этот день не именинника, именинник город, но получаешь подарок ты. Вот, поэтому очень нравится это детям, вот, пройти это всё, собрать эти читайлики, принести и выбрать подарок. Подороже, подешевле, или какой тебе нравится. Ну, насколько мы можем. Ну, постараемся, чтобы в этом году это было то же самое, чтобы подарки были хорошие, и праздник был ярким. Уже сейчас хочется стать жителем этого киндерграда. Вернёмся к насущным вопросам, к одной из площадок, которая сейчас закрыта. Это дома Куджавы, он является вашим подразделением. А сейчас идёт ремонт, какие процессы там сейчас происходят, все наверняка в предвкушении. Уже чувствуется, как он меняется? Потому что измениться он должен практически кардинально. Да, согласна. Он действительно изменится кардинально. Процессы там происходят глобально, я бы сказала. Даже, знаете, со стороны человека, не инженера, немножко пугающими. Я когда пришла, увидела, как углубили подвал, мне так стало страшно. Но я же понимаю, что это делается для нашей пользы, потому что это дополнительное помещение, которое мы сможем использовать. Оно будет нормальное, полноценное, с окнами и со всем на свете. Да, происходит очень много. Здание меняется, меняется его облик, даже внешний будет меняться, перестроятся там и восстановятся окна, уберутся те, которые были вырублены позже. Поменяются крылечки, вот эти боковые. Будет очень много изменений. Помещение, конечно, меняется, и мы в предвкушении, и в ожидании, и уже хочется, продумываем, как это освещение будет, как будет расстановка, какая мебель нужна. Вот этим мы сейчас занимаемся, продумыванием, чем мы будем наполнять это здание. Потому что ремонт-то идет, реставрация-то идет, а вот потом-то, потом тоже надо будет что-то. Завесу тайну немножко приоткроем. То есть там будет историческая реконструкция, да, наверное, как и была, вот этот уголок останется. Обязательно. И будет как эта зона для проведения событий современных уже. Да, да. Там действительно остается эта историческая зона, это святое, это то, что прописано нашим... В стаде? Нет, это прописано в книге, которая для нас здесь является, я не знаю, как Библией, что ли, это упраздненный театр, Булата Акуджава, где он описывал этот дом, свое детство, и вот это вот воссоздание вот этой вот комнаты, воссоздание вот этой истории, оно будет обязательно. Вот. И исторические выставки тоже будут обязательно. Но будет и зона, которая будет сделана, мы надеемся, что у нас ее получится сделать, в форме бардовской кухни. Вот шестидесятники, бардовская песня, да, становление ее. Что, типа вот этих квартирников, которые раньше были? Да, вот типа квартирников, да. Вот у нас была такая идея, задумка вот сделать такой уголок, в котором вот можно будет собираться и вот небольшими такими концертами, значит, радовать наших горожан. Горожан, вот. И будет зона, которая будет трансформироваться, которая может увеличиться, уменьшаться, там, перегораживать что-то, если нужно будет. Это зона для современных выставок, то, что у нас было галерейное. То есть это мы тоже сохраняем и вот обязательно сделаем эти выставки. Ну, я вот, не знаю, получится у нас нет, но хотелось бы одной из первых выставок сделать именно фотографии ремонта. Это так интересно, потому что что происходит внутри, видит очень маленький круг людей. И вот, ну, фотографии мы делаем, фотографии мы копим, и потом, я думаю, что первая у нас фото, такая выставка будет именно фотографии периода вот реставрации. А помимо открытия фото-выставки, что, может быть, концерт, каким образом, какова та помпа, с которой откроется этот центр? К сожалению, сказать вот об этом я пока не могу и загадывать как бы не всегда правильно. Это из-за наших вот эпид-ситуаций, да? И эпид-ситуаций. Вообще в жизни, как говорила моя бабушка, не говори го, пока не перепрыгнешь. Поэтому нужно посмотреть, что будет за здание, как у нас, что сложится. К сожалению, всё может быть в ремонте, потому что, например, столкнулись с тем, что наиболее в худшем состоянии, например, стропилы крыши, чем ожидалось. Прополагалось. Да, дополнительные, может быть, будут ремонты. Поэтому пока что там будет пока, я сказать не могу. Но то, что это будет красиво, это точно. Сейчас чисто литературный вопрос. 2022 год. Это год 170-летнего нашего земляка, писателя Мамина Сибиряка. И понятно, что пальву первенства у драматического театра имени Дмитрия Наркисовича не отнять. Но наверняка библиотека готовит тоже какие-то акции, вечера, может быть, особые события в эту честь. Да, конечно, театр носит это гордое имя имени Мамина Сибиряка. Но библиотека работает с этим ежегодно, независимо от юбилейных дат и не юбилейных дат. Это автор, который известен нашим читателям и любим нашим читателям. И мы поддерживаем интерес к этому автору вот уже много-много лет своим конкурсом «Сера Шейка». Но кроме этого, кроме «Серы Шейки», которая точно так же состоится, я надеюсь, совместно с театром, красиво мы это сделаем. Но есть еще и другие мероприятия, которые с год до год проходят. И у девочек моих, у библиотекарей уже всегда есть задумки вперед и написаны целые планы на целый год, там более 40 мероприятий. Но мы еще задумали познакомить с этим автором более глубоко наших коллег и жителей России. Мы заявляем акцию, которая начнется скоро, акция «Читаем мамины Сибиряка вместе» и запустим эту акцию по всем библиотекам страны. И я думаю, что это будет интересно и к этому присоединяться, и читателей, и библиотечное сообщество. И у нас получится хорошая, красивая общероссийская акция. А в чем суть этой акции? Ну, это по принципу… Сейчас эти акции, в принципе, как бы в библиотечном мире модные, но они дают возможность напомнить читателям о каких-то именах. Это, как правило, задумываются мероприятия, проводятся, вот как передаются челленджам. Вот мы задумали мероприятие, провели и приглашаем в другую библиотеку. Вот обратитесь к этому автору, вспомните о нем, расскажите о нем, почитайте с детьми о нем. И они присоединяются, присоединяется аудитория, придумываются свои мероприятия, и они передают следующему, следующему, следующему. И мы вот так вот, приглашая сразу много, передаем это все по стране. И как правило, это проходит очень интересно. Но это не тот формат, когда, может быть, известные люди читают, значит, на... И этот формат может быть... Эти записи остаются на сайте? Может быть, да. Этот формат тоже может быть использован. Это могут быть любые мероприятия. Это хорошие форматы, когда и автор напоминается нашим жителям страны, и библиотечное сообщество находит новый интерес в этом имени, да. И библиотеки поддерживают друг друга. Это, в общем-то, акции очень хорошие, востребованные. Ну и еще один вопрос задам. Мы уже говорили о том, что какие-то проекты грантовые реализуются и по сей день. Но все-таки, может быть, вы раскроете нам небольшую тайну. Какие еще проекты планируете, в частности, подавать на гранты? И, может быть, какие дорабатывать? Просто сказали о том, что будете дорабатывать, а в частности? Ну, в частности, например, такой проект, как собственное телевидение. У нас есть уже... Ну, мы уже создали комнаты. У нас есть пока не наше арендованное, так скажем, безвозмездное оборудование. У меня есть обученные специалисты. И уже есть прямые эфиры, опыт прямых эфиров, где мы разыграем, например, ту же книжку, можно выиграть ее в подарок. У нас уже идут съемки наших мероприятий, и они идут уже качественно. У нас есть уже интервью. То есть вот эта форма подачи информации нам тоже интересна. То есть вы знаете, да, мы просто рассказываем, у нас есть радио. Да, да, это я знаю. А теперь у нас, которые слушают люди с проблемами зрения, да, а теперь у нас еще будет и телевидение. Вот. А если бы мы нашли еще и сурдопереводчик, это было бы вообще идеально. Но, к сожалению, с этим сложнее. Вот. И мы хотим этот проект все-таки продвигать. Это интересно молодежи, это интересно библиотечной молодежи, это создание всяких разных видеоконтента, которые тоже помогают продвигать нашу литературу, нашу библиотечную деятельность, в общем-то, рассказывать, и продвигать это видеорядом за пределами города. Это смотрят не только в стране, это за рубежом очень много смотрят наших заотечественников, которые там уехали, да. Это интересно, это легкий канал продвижения информации. Вот. Поэтому мы решили этим воспользоваться и тоже этому научиться более профессионально. Но если речь идет о гранте, значит, это стоит денег сколько? Ой, грант был большой. Сумму я вам точно не озвучу, сейчас она уже точно поменялась. Это за миллион рублей? Это далеко за миллион. Это далеко за миллион. Я стоп не мечтаю. Потому что если делать, делать нужно хорошо. Если брать аппаратуру, надо брать хорошую. Вот. Если обучать, то обучать на хороших курсах. И это мы все стараемся заложить. Это не фантастические деньги, но это деньги достаточно большие и для города, и для библиотеки. Мы желаем вам удачи. Сегодня в программе «Факты в лицах» была директор Центральной библиотеки Наталья Якимова. Наталья Петровна, спасибо вам большое. Увидимся на Тагилу ТВ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова